Сенситивность Зачем вам очки? Выдали! Ставил вечеринки? Конечно! Кто выступает, знаете? Леночка должна сейчас выступать, по идее. Просто милейший человек. Супер! Мы только пришли, нам очень нравится. Ждете кого-то конкретного? Нет, мы ждем просто хорошего тех на минимум. Встречайте! Ванна Носиков! Очень hexагога! Продолжение следует... 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 Могу сказать, что, наверное, все-таки для меня, и как бы больше раскрываясь именно на лайф-выступлениях, потому что они проходят именно как концерт, а не как какой-то диджи-сет. Есть агентурные сведения, что есть еще у вас какой-то второй проект, немножко в другом стиле? На самом деле мы делали несколько проектов, и продолжаем их поддерживать, то есть это Мунштраль, это на немецком тоже Мунбим, под этим проектом мы выпускаем больше техно-музыку, и она именно ориентирована, наверное, больше, может быть, не для России, а вот именно для мира, то есть там, где любят еще техно, то есть даже Франция, потому что уже, наверное, пятый раз мы ездим во Францию именно выступать как Мунштраль проект, и играем там техно. Как все начинало все-таки, как вы записались в первый трек, и на каком лейбле? Ну, это был 2004 год. Совсем давно? Ну да, то есть это была первая наша пластинка, которая вышла на португальском лейбле Фидме Рекордс, и вот, наверное, вот это был неким стартом и официального открытия проекта Мунбим. Часто выступаете на фестивалях, и выступаете ли на каких-то закрытых мероприятиях? Ну, на самом деле, именно проходит, наверное, выступление именно как Мунбим, хедлайнеры, то есть бывает, что и фестивали, да, но больше, наверное, именно приглашают Мунбим как именно основного артиста. Вы сами какую музыку слушаете? Что вас вдохновляет? У вас как-то оказывает влияние то, что вы слушаете на ваше творчество, или это абсолютно сепаратно все? Свой музыкальный вкус воспитывали еще, наверное, с 94-го года, с 93-го, да, когда были совсем маленькие. И это были, наверное, в то время, там, не знаю, те же «Доктор Албан» и «Уан Лимит», да, как бы у многих, но потом это первословно в некий такой, наверное, для нас был в России андеграунд, это дафт-панк, анде-ворл, продиджи и так далее. Сейчас, на самом деле, слушаем очень много музыки, и даже могу отметить, если честно, для себя недавно совсем открыл, там, такого артиста, как Кенни Уэста, который совсем не в электронном, как бы, именно, жанре работает, но все же у него очень качественная музыка, и, не знаю, ну, как бы, что именно прямо вдохновляет, сложно сказать. Наверное, может быть, для меня, наверное, всегда вдохновляли, это были Райксоп, я, как бы, считаю их лучшими, наверное. С кем из музыкантов вы сотрудничали, что больше всего запомнилось, и с кем хотели бы, в принципе, когда-либо сотрудничать? Мы делали ремикс на «Кристалл Метод», на «Киест», работали с Марком Шульцем, ну, то есть, это некая такая страна, а вот на будущее хотелось бы, на самом деле, поработать именно с такими артистами, немного далекими от электронной музыки, такими, как «30 секунд до Марса», например, да, ну, это, как бы, в таких мечтах, может быть, да, и, там, не знаю, там, даже в Йорк или Кенни Уэст. Что вы скажете начинающим музыкантам здесь у нас в России, в Питере или где-то в маленьких городках? Какой-то совет, чтобы люди не сдавались? Работать, работать, еще раз работать, и, говорю, так как сейчас уже есть абсолютная свобода, и, пожалуйста, там, заканчивайте треки, отправляйте их на лейблы, и, собственно, мы также поддерживаем молодых, талантливых людей, как бы со всей России, и не только из России. Выпускаем мы себя на лейбле, всячески стараемся именно их поддержать, да, то есть, как-то, чтобы побольше людей услышало их треки. Соответственно, то есть, в этом сейчас нет проблем абсолютно, и, ну, полная свобода действует.